Здравствуйте, мои дорогие! Я очень-очень благодарна всем, кто заглянул сегодня ко мне в гости. И как всегда рада приветствовать своих любителей, цениц или парфюмерии. Ну а если есть те, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Элла. И здесь у меня всё про ароматы, про духи, про парфюмы. И, друзья мои, сегодня я хочу вместе с вами распаковать мой новый аромат. Аромат от Маэстро Сержу Лютанца. Марку, в общем-то, его я обожаю, вы знаете. Это новинка этого года, аромат про розу. И поскольку тестить аромат Лютанца мне негде, это слепая покупка. Поэтому сегодня будут действительно мои первые впечатления от аромата, первые эмоции. Я с вами этим поделюсь. Кому это интересно, оставайтесь со мной. Сегодня, кто не подписан, может быть, ещё на мой канал. Но если вы тоже увлечены миром ароматов, любите вкусно пахнуть, подписывайтесь. Будем что-то вместе узнавать новое об ароматах. Ну и, как обычно, приглашаю вас устроиться поудобнее. И давайте начинать. Ну и, друзья мои, как я уже сказала, сегодня мы распакуем новинку от Сержу Лютанца. Аромат, который я очень ждала. И, честно скажу, забрала. Он у меня уже несколько дней дома. Я забрала заказ. Была вот тоже хорошая скидка. 40% магазин в честь своего юбилея. Один день была такая скидка. Поэтому у меня вот новинки, я купила его. И это новинка этого года от Маэстро, который называется Lafitte de Fer. То есть, это девушка, ну, с железной башней. Ну, наверное, девушка из города, с железной башней. Конечно же, речь идёт о Париже, где у нас ещё есть железная башня. А, наверное, всё-таки француженки-парижанки. Хотя не обязательно француженки, ведь не все парижанки француженки. Девушка из города, с железной башней. И, вы знаете, мне очень интересно. Сейчас мы вместе с вами откроем, потому что этот аромат действительно про розу. Здесь аж двойная роза. Конечно же, я смотрела пирамиду. Но тестить мне было негде. Ну, и, вы знаете, терпением мне хватило подождать. Просто я не хотела изменить традиции. Уже в последнее время мы открываем именно вот лютанцы. Лютанцы отдельно ароматы, отдельно виза для каждого аромата. И вместе, да, вот как мы и открываем, я делюсь своими эмоциями. Поэтому я дождалась этого момента, чтобы снять видео. Давайте будем приступать к распаковке. Я буду рассказывать, в общем-то. Что я хочу сказать. Вы знаете, как я отношусь к ароматам маэстро. С особым придыханием. Парфюмы и парфюмерии вообще с ажелутанца считают действительно истинной нишей. Не зря самого маэстро считают папой всей ниши парфюмерии. Именно с его марки. Вот в 2000 году, когда он открыл свой собственный бренд, начинается история вот так называемой ниши парфюмерии, в которую мы сейчас уже погрузились просто настолько, что вот, в общем-то, каждый день какие-то появляются новые бренды. И трудно уже угнаться за этой нишей. Но, тем не менее, лютаз был первым. Ну и, вы знаете, мне интересно еще сделать такой с вами параллельный затест. Поскольку я видела, что он программически сравнивает этот аромат, что он очень похож на берлинскую деву. Да, вот это Alphide Berlin, который у меня есть. Мы это тоже сегодня сделаем. Ну и давайте сейчас откроем этот флакончик. Как всегда, таинство. Я вам говорила, вернее, такое причастие к некому такому таинству. Не созданию самого аромата. Ну, коробочки стандартные. И флаконы тоже, они называются не очень для меня привлекательно. Гробики, да, стандартные вот эти флаконы лютанца. Ну и, тем не менее, давайте достанем флакончик. Да, здесь тоже вот этот набор собери сам. И вот этот, видите, сам атомайзер, который вкручивается в флакон, чтобы наносить спреем. А сами флаконы, вот, хотел сказать, лучше руками не задевать. И сама же при этом сразу же задела. Жаль, потому что лучше оставлять, в общем-то, в стерильном вот таком состоянии. Ну, как в стерильном, а здесь не стерильное, конечно, это трубочка, но не трогать с ручками. Вот такой флакон и цвет аромата совсем другой. Видите, он сереневатый. Ну, то, что, в принципе, я видела на сайте фото. И что он такой серийновато-серого цвета, жидкость. Ну и давайте, скорее, мне не терпится открыть. Ставим вот этот атомайзер и посмотрим, и нанесем его. Так, значит, вставляем, закручиваем. Это такой момент самый, вот то, что я говорю, таинства, да, причастность, пусть не к созданию. Ну, вот к какому-то последнему такому штришку. Так, закрутили, хорошо. Ну и давайте так нанесем сейчас. Так, здесь у меня ничего не нанесено было. Так, холостые. Ну, друзья мои, по нотам пирамиды я примерно представляла себе вот такое звучание. И что хочу сказать? Да, в общем, с первого нанесения понятно, что слышится роза. Кстати, я не сказала, год выпуска, конечно же, ты 2024, это аминка этого года. И, конечно же, парфюмер этого аромата, великолепный Кристофер Шилдрейк. В общем-то, в соавторстве с маэстро они делают прекрасные работы, прекрасные композиции. Вот эту концептуальную парфюмерию, как мы говорим об ароматах лютанса. И как он сам говорит, что мои парфюмы, они не революционные, не традиционные. Мои ароматы это я сам, это моя душа. И, конечно же, маэстро рассказывает историю в каждом флаконе. И вот этот аромат про девушку из гордой железной башни, то есть парижанку, наверное, он хотел сказать, что о какой-то такой, знаете, легкости, беспечности вот этой юной парижанки. Ну, и почему-то мне она именно представляется какой-то юной, такой немножечко, такой легкомысленной особой. Аромат легкий, невесомый, про розу. Розу чуть-чуть припудренную. Вы знаете, я вам сказала, что мне бы хотелось сделать такой с вами эксперимент. Вот именно сравнить, похож ли на берлинскую деву действительно или нет. И я прекрасно знаю мой любимый аромат берлинской девы. И честно вам скажу, на мой нос он совершенно не похож на берлинскую деву. Похож, вернее, он только вот розой. Здесь действительно очень хорошо слышна роза, так же, как и в берлинской деве. Но звучание совершенно другое. Берлинская дева, я вам говорила, что вы видите, какой у нее насыщенный такой винный бордовый цвет. И для меня это такая характерная роза. Роза на металлическом стержне, я вам говорила. Здесь много такого металличности в звучании. И в то же время медовости. И это шипр, потому что в базе у берлинской девы, кстати, старт роза-герань. Поэтому вот два цветка спорят. Холодная герань и роза. И вот эта вот холодная герань и дает вот этой металличности. Вот этот вот стержень этому аромату. Ну, еще плюс зеленая нота пальма-роза, конечно. А вот база здесь, это почули, мед и дубовый мох. То есть, это шипр розовый. И, конечно же, звучание у него совсем другое. Здесь и медовость вот эта слышна, насыщенность. Вот эта шипровость. То есть, звучание дубового мха. То есть, я бы сказала, этот аромат гораздо характернее. Вот так, как я представляла себе по нотам. То есть, это такая девушка с характером, вот с этим железным стержнем, я вам говорила. И этот аромат я люблю, когда вот нужно принимать какие-то решения. Здесь же розочка, как я уже сказала, представляет такую более легкомысленную барышню. Да, такую, знаете, вот эту парижанку, которая проснулась с утра. Где-то такой приятный завтрак на открытой. Вот летние беседки, круассан, чашечка капучино. И, может, даже какое-то летящее платье, соломенная шляпка представляет себе именно лето. И вот этот легкий аромат с прекрасными розами. Розами чуть припудренными за счет ириса. Кстати, все мы знаем, что в ароматах лютанца никогда не указывается вся пирамида засекреченной формулы маэстро. Но основные ноты указаны. Так вот, здесь есть болгарская роза, по-моему, турецкая роза, да. То есть две розы, ирис и розовый перец. И все, помимо других нот, которые, конечно же, из композиции. Но я могу сказать, что вот заявленные ноты я практически слышу все. Потому что роза, она играет, такая, знаете, более невесомая, более легкая. Слышится вот эта тонкая, даже не перчинка, потому что розовый перец не дает никогда перечности, а дает вот эту вот легкую пряность, она слышится. Ну, а ирис, он вот очень красиво запудривает. Я бы даже сказала, немножечко такая вот не пудровость, а кремовость появляется у этих роз. Они такие более какие-то воздушные, легкие. И вот чуть-чуть такая вот почти помадная какая-то кремовость у них появляется. Если вот здесь такое более пронзительное, характерное звучание такой холодной розы, то вот здесь наоборот, они такие вот, знаете, ирисовые, мягкие вот эти розочки. Но тоже не уходя в масло болгарской розы, что я боялась, потому что здесь болгарская роза и турецкая. Нет, аромат очень легкий по своему нраву, гораздо воздушнее, легче, чем вот этот вот шипр от Летанца. Поэтому сравнение на фрагрантике, наверное, только за счет розы. Не знаю почему, для меня это совершенно две разных розы. Ну, и вот эта вот француженка, не француженка, а парижанка, да девушка из города Железной башни. Прямо вот я вам описала, как я ее вижу, вот этот легкий аромат. Мне кажется, что, вы знаете, сейчас стою и слышу вот это вот такое звучание вокруг вот этой розочки, такое радостное настроение. Вот этот такой аромат, для меня он какой-то легкий, приятный, радостный, женственный однозначно. Хотя вы знаете, что у Летанца все ароматы унисекс. Но мужчины я тоже его вижу, потому что многие мужчины розовые ароматы любят, любят и цветочные ароматы. И все-таки есть у него за счет, может быть, розового перца, есть небольшая такая, ну, скажем так, характерность тоже, но не такая, не такой железный стержень, который я с вами говорила, в берлинской деве. Берлинская дева, для меня, я вам говорила, это прям орлеанская дева, жанодар, готовые и на, не знаю, на костер, на какие-то завоевания. Вот это нет, это порхающая такая юная особа, которой, в общем-то, все дается легко, мужское внимание, она сама себе рада, в общем-то, день прекрасный, светит солнце, и вот эта прекрасная терраса. Вот так я вижу такой, знаете, такой день вот этой девушки, вернее, звучание вот этого аромата на вот этой девушке из города Железной башни. Красивое звучание, я вот сейчас стою, ловлю на себя мысли, что все-таки это действительно более легкий аромат, как будто ему не хватает какой-то вот чуть-чуть такой базы, да, вот эти розы, они как будто невесомости вот с этой такой пушистым ирисом, как будто хочется еще какую-то базу им добавить. Боюсь, что он будет гораздо, чуть менее стоек, чем берлинская дева. Берлинская дева обладает какой-то неимоверной стойкостью, он долго на мне держится. Вот этот аромат такой более воздушный, но он мне очень понравился, в общем-то я и знала, что мне понравился, потому что розы я люблю. И поскольку сравнение было с берлинской девой, поэтому я заказывала просто вслепую, не сомневаясь. Этот аромат, вы знаете, один из моих любимчиков. Это уже, кстати, второй флакон повторенный. Ну и этот тоже рядом станет с ним. Вот две розы от лютанса, разные по звучанию, разные по цвету. И, кстати, друзья мои, я всегда говорила, вот насколько мне нравится лютанс. Он вот во всем, вот эта вот концепция, она во всем доходит до совершенства. И в названиях парфюмах, и в цвете. Вот цвет, я вам говорила, по цвету аромата лютанса всегда можно понять примерно характер звучания. Вот этот насыщенный бордовый винный цвет. Он, конечно же, говорит о каком-то таком мощном, да, звучании. Вот так и ждешь от него какой-то бордовый, такой яркой, прям вот этой вот мух какой розы. И вот здесь такое легкое, такое сиреневое звучание. Ты уже представляешь себе, что если даже эта роза, вот обязательно с каким-то пушистым ирисом, вот с этой пудровостью, кремовостью. Вот так и есть. Прекрасный аромат, легкая, приятная роза. Гораздо меньше никакой вот этой металличности, которая, в общем-то, есть немножко в Берлинской Деве. В общем, Деве. Поэтому я рада этой покупочке, рада, что мы с вами открыли. Вот очень мне терпелось уже начинать носить. Но хотела вместе с вами честно открыть, поделиться своими эмоциями. Кто из вас, может быть, уже тоже познакомился с этой новиночкой, любители тоже розы, тем более лютанцы, пишите ваше мнение. Мне всегда приятная обратная связь. Если видео вам понравилось, эта распаковка, ставьте лайк. Мне всегда это очень приятно. Ну, а я с вами надолго не прощаюсь. Увидимся очень скоро в моих новых видео. Всех вас люблю. Всех вас целую, мои дорогие. Всем вам всего самого замечательного. Всем пока. Ну, а я пойду наслаждаться вот этой прекрасной розочкой от лютанца и представлять себя такой некой парижанкой. Всем пока, мои дорогие.